Здарова, Ютуб! Здарова, Дзен! С вами Джон, он же Зуру. Испытание Осириса 312. Сегодня в этом ролике, как обычно, в пятницу мы заценим, что же нам там привезли наши любимые торговцы на Нессе и на башне. Сделаем мы все это после вашего лайка, подписки на канал, про шасси, как хочешь, и проведение по всем ссылочкам с вами ролика для поддержки стримера. Также напоминаю, что у меня там на Твиче практически каждый день проходит трансляция, где-то мы вместе можем поиграть, задавать какие-нибудь вопросики, по участку и по возиках. Ну и кто захочет в один следующий ролик попасть, может это сделать при помощи доната на стриме, если сумма в 10 раз увеличится. И спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня на бусте. Благодарю Евгению Волкову за Дрэджина. Итак, заходим в игру, смотрим, что у нас там привез Осирис, Сейнт и так далее. Так, игра нас встречает в сообщении на следующей неделе в Дестни. Сумышный налет, поле пси-сражения, луна у нас будет. Надеюсь, баг они там с рыцарями пофиксили в начале, который мешает получению платины. В горниле превосходство и командный ожог, в полы листах гибель короля рейд и тискиалшности подземелья. О, тискиалшности это хорошо, можно искусную броню пофармить, это мы любим. Ладно. Начнем с испытаний Осириса. Как и говорилось ранее, народ проголосовал за карту Аномалия, соответственно, она у нас сейчас в испытаниях Осириса. Ну, если там, естественно, ничего не заглючило, и там ни ротация из нескольких карт, ни какая-то другая карта и так далее. То есть, по идее, должна быть Аномалия. Вот. Дальше. По поводу того, какая пушка у нас там выпадает, это револьвер. Называется он... Великая истина? Да, вот у нас эта пушка. Падает она последний раз в этом сезоне, потом ее из игры уберут. Ну, может быть, когда-нибудь вернут, но если вам она вдруг нужна, то самое время ее сейчас выформить. Вот. Собственно, пойдем сейчас к Зуру. С испытаниями Осириса у нас пока все. Зуру у нас находится на Нессе. В локации могила смотрителям. Ориентиром там служит дерево, но, естественно, все покажу. В общем, как я и говорил, ориентиром служит это дерево на Нессе. Смотрим, что нам там принес наш любимый торговец. Посланник 9. Привез он нам безжалостный плазменную винтовку. Со скорострельностью 1000. В принципе, при определенных обстоятельствах она может неплохо в ПВЕ наваливать. Да и в ПВП я ее пару раз видел за все время. Может быть, кому-то зайдет. Но если есть лишние 29 легендарных осколков. Клятва Синобу. Улучшенный рикошетный гранат для охотника. Эзотические руки. В принципе, статы неплохие, но... Руки такие. Подситуативные. Реактивный барьер. Экзотические руки на Титана. Попадание в ближнем бою накапливает зерную энергию защиты. Ну, то есть, когда вас кто-то ударит в ближнем бою, можно противнику пол-ХП снести. И таким вот образом его добить одним ударом с руки. Многие в ПВП этим пользуются. Ну и в ПВЕ для защиты от мобов. От мелочи. Тоже неплохие статы. Можно приобрести для коллекции. Ну и Корона Бурь. Очень часто используется сейчас в билдах на электрических варлоках. В ПВЕ. И в ПВП, в принципе, тоже периодически встречается неплохая голова. Добивающего попадания от способности молнии. Или этапшоком восстанавливает от способности молнии. Правда, статы такие себе. Зачем варлоку стоку подвижности, я фиг знает. Ну ладно. Что же у нас по пушкам? Вольфтрон. По-моему, я не помню, крафтится он или нет. По-моему, нет. Стреляй, подбирай. А дальше можете попробовать, если у вас нет электрических луков. Винтовка Дзянь. Система автоспуска, когда у нас это в настройках есть. Ну окей. Дзянь пофанится чисто. Семь серафимов, пистолет-пулемет. Устающая заготовка из стрекоза. Взрывной темперамент, если у вас не было. Можно приобрести несколько роллов, чтобы при помощи... Точнее, несколько пушек, чтобы при помощи гармонизатора пяти штук сделать ее крафтовой. Достаточно хороший гранатомет. Ну и в ПВП, в принципе, парочку людей с ним видел. Семь серафимов дробовик неплохой, учитывая то, что сейчас вот дробовики бафнули с обреченной рамой. Ну, у него здесь, по сути, только быстрое излечение есть. Ну и заурханный ствол. На выбор со спиральными нарезами и все остальное как-то мимо кассы. Ну, для ПВП, если. А иголка с ниткой есть, у вас вообще никакого пустотного линейно-плазного агрегата нет. Гнетущий голод автомат 600, если вы такие любите до сих пор. Голоса удач. И, в принципе, все. Ну ладно. Дальше у нас тут идут трансмогом шмотки предыдущих сезонов. Спасибо, что хотя бы не сломанные по статам. Так, руки нет, тела нет. Метка, да, естественно. О, неплохая голова, 28 восстановление, 16 силая. Ну и такие себе ноги. Что у нас там по пушкам? Укмуна движущая целью, ждем первый выстрел в дальномер. Пропускаем. История митца, но если только и вы там в ПВЕ не захотите с ним бегать за жизненное обеспечение. А так, ждем движущая цель, либо быстрый прицел, либо отстреляющая орудия. Так, ну ксенологию мы, естественно, берем. Сейчас быстренько посмотрим, что у нас там у других персонажей. Так, на охотнику у нас руки, 22 подвижности, 16 силы и 10 восстановления. Ну, честно говоря, такие себе. Тело, 14 подвижности, 12 стойкости. Плащ, мое уважение, гадрол. Ага, голова нет сразу. Ноги тоже такие себе. 58 тотала и 20 и 19 восстановления. Что у нас на варлока? Что у нас на варлока? На варлока у нас что? Руки. Руки нет сразу. Тело. 18 восстановления и 20 силы тоже такие себе. Повязка, гадрол. Голова нет. 22, 22 подвижности, 14 интеллекта. Ноги тоже нет. Блин, что-то не повезло варлоку совсем. Ну ладно. Смотрим, что у нас там по другим вендорам. Если вы вдруг скучали по автомату с катлоку 600, то он сейчас продается у Банджо. Не знаю зачем, но ладно. Я об этом подержал в курсе. Стреловидный тормоз, высокоточные патроны. И под давлением вкупе с глазом бури. Затерянный сектор у нас сегодня находится, сейчас посмотрим где. В городе Грёз. В зале звёздного света падает там шлем. Кстати, сейчас самое время потихоньку начать засаливаться. Ну, засаливать контракты в смысле. Если вы уже засалили там контракты города Грёз и Европы, то хорошо. Если же нет, то уже не успеете. Потому что там за 6 недель надо было начать. Новый видос отдельный у меня на эту тему будет. Ладно. YouTube, Zen. Спасибо за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал. Подписываемся, почек прожимаем, чтобы не стоять на линии. А в выходе новых видосов. Всем пока.